И для меня огромная честь и огромная радость, что с нами сегодня находится в эфире уже, я могу сказать, уже всемирно известный врач, человек, который смог помочь людям в тех ситуациях, в которых уже никто не мог помочь, когда женщины не могли беременеть с годами. Она открыла доктора Марина Юабова, доктора функциональной медицины, которая создала свой центр во Флориде, и с помощью уже тысячи людей смогла помочь женщины, которые десятки лет были бездетны, чтобы не могли рожать, люди, которые были в самых неисцелимых болезнях, и с ее уникальной системой ей удается помогать людям. И сегодня, во-первых, доктор Юабова, я рад вас видеть, Шана Тува, Ктивалы Хатима Тува, и, кстати, доктор Юабова автор книг очень известных и по поводу плодородия, по поводу иммунной системы, и у нас завтра с Божьей помощью будет, сейчас у нас короткий эфир, большой, очень эфир с доктором Юабовой, в 8 часов будет моя лекция о Рошашене по Кабале, а в 7 часов будет эфир с доктором о дуэте с паразитами, о паразитах, которые уничтожают нашу иммунную систему. Так что это очень важный эфир, что мы должны быть в этом году здоровыми и физически, чтобы духовно раскрывать все свои каналы. Доктор, я правильно говорю? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Спасибо вам большое, что вы вот так вот меня тепло представили. Спасибо вам. И я надеюсь, что вы видите мой скрин. Видно, нет? Да, мы видим, мы видим. Хорошо. Во-первых, да, я хочу немножечко продолжить о том, о чем говорил раба Элли Коган, и сказать вот это вот peace, и все вот это вот ощущение теплоты, и мы кушаем мед, да, это все прекрасно, но если нет внутреннего покоя, мы даже не можем, в общем-то, соединяться. И вот это вот очень важно. И почему это бывает, и откуда на самом деле идет страх? Вот о чем мы будем говорить. Вот это вот первичное чувство беспокойства и к чему оно ведет. Оно начинается с чувства беспокойства, страха, и вот потом панические атаки. И откуда они идут? В первую очередь я бы хотела воспользоваться вот этой вот возможностью вас всех поздравить с началом Нового года. Пожелать. Вот все, что хотите вы себе пожелать, пожалуйста, я вам пожелаю ровно раз в три. Плюс внутреннего покоя и гармонии, потому что именно в таком состоянии, номер один, мы восстанавливаемся как тела, плюс именно в таком состоянии мы коммуникируем с внешним миром. И мы все это знаем, потому что раба и вот эти вот мамки, они все имеют свою коммуникацию, это происходит через молитву в том моменте, в том состоянии, когда человек в покое, нет беспокойства. Когда мы в беспокойстве, все, что мы используем или все, что мы чувствуем, это, в общем-то, на самом деле негатив. Вот чтобы этого не было, чтобы мы могли восстанавливаться, чтобы мы могли получать удовольствие от этой жизни и чтобы мы могли в первую очередь иметь диалог со Всевышним. И сейчас я хочу начать вот это вот вам объяснять, как это все работает. Что такое беспокойство? Что это за состояние? В первую очередь тревога и беспокойство. Это как и физическое, так и психическое состояние. Если люди думают, вот я чувствую себя беспокойным, это только здесь. Абсолютно это неправда. Если человек беспокоен, у него как нервная система реагирует, так же его тело на это реагирует. А симптомы бывают разные. Люди на самом деле чисто психологически, они возбуждены. Правильно, они не могут нормально думать, очень быстро мысли бегут, не могут сконцентрироваться, не могут собраться. Физиологические симптомы, которые у них, у них учащается сердцебиение. Потом такие, как мы говорим, бабочки в животе. У некоторых бывает, бегут у них по носу, у некоторых это запор. На самом деле организм реагирует всегда, весь организм реагирует. Всегда. Нет такого, что часть организма реагирует, а часть организма нет. Организм это целое существо, это одно. Если реагирует мозг, реагирует желудок и все остальное. Ну и плюс, если проблемы снизу, все передается наверх. Я вам объясню, как это работает. Ну, откуда растут ноги? Идеология мы называем в медицине. Откуда все это идет? В первую очередь, есть факторы физиологические, биологические. И есть факторы психологические. Я вам объясню разницу. Биологические, физиологические факторы, это когда факторы, не связанные напрямую с психикой. Например, не работает правильно аутономная нервная система. У кого она неправильно работает? Я сейчас вам скажу, вы поймете, о чем я говорю. У гипертоников она нормально не работает. Например, у людей, у которых не работает нормальный желудок и нет нормальной трансмиции, переговора в мозг, тоже этого нет. У людей, у которых не работает правильно щитовидная железа, у которых не работают правильно надпочечники, у которых какая-то токсичность. Вот это вот биологические факторы. Что такое факторы психологические? Психологические факторы, это все, что мы ощущали во время пандемии ковида. Как только всем сказали, локдаун, все сидят дома, никто не выходит на улицу, подумайте об этом сами. Не выходим на улицу, на улице свежий воздух, мы сидим дома, мы все сидим дома и дышим этим воздухом все одновременно. Ладно, ты живешь, если в доме, а если ты живешь в квартире, люди боялись даже открывать окна. Вы видите, это психологический страх. Каждый раз, когда нам говорят, о, надо будет одеть маски, люди прокручивают себя опять через тушан и получают тот же самый стресс. Они теряют свой покой. Вот это вот психологический. Каждый из нас проходил через период психологического стресса. Что это такое? Все мы учились в школе. Каждый раз экзамен надо сдавать? Стресс. Ждешь, когда оценки выставят? Стресс. Вот это вот психологический фактор. Я просто делаю такое разграничение, чтобы всем было понятно. Сегодня мы будем говорить о факторах биологических и как с этим нужно правильно работать. Органы, отвечающие на реакцию биологического стресса, во-первых, это мозг. Вот это вот чувство беспокойства, всегда сигнальная система идет с мозга. Начаться оно может быть и в желудке, и в кишечнике, и в надпочечниках, но коммуникационная система, вот она, это через вот этот нерв вагуса, который начинается в мозгу и длинненько течет, он так длинненько проходит через весь организм, заканчивается там, где кишечник. Вот это у нас такая коммуникационная система. Это нерв, один большой толстый нерв, который передает сигнальную систему. Это щитовидная железа. Вот мы начали сначала. Вот мозг, щитовидная железа, сердечно-сосудистая система всегда реагирует. Вы нервничаете, парни нервничали, что кто-то вас перевозбудил, у вас какой-то страх, возмущение, и начинается колота вот это, да. Сердце начинает колотиться, у некоторых людей есть какие-то еще проблемы, потом аритмия, они чувствуют, что у них это перестукивается, перестукивается, и потом у них от этого тошнит, разные симптомы. Также надпочечники – это органы, отвечающие за нашу реакцию на стресс, беспокойство, страх, панические атаки. Это все проходит по всему организму. Нет один орган, на который они реагируют. Абсолютно все органы реагируют. Абсолютно. Просто сейчас я вам объяснила, как это работает. Так, что-то у меня здесь зависло. Секундочку. Следующий слайд. Вот, посмотрите, я вам хочу показать, как работает симпатическая парасимпатическая нервная система, для того, чтобы вы понимали разницу. У нас вот, она называется по-русски «аутономная нервная система». Симпатическая нервная система отвечает на нашу реакцию во время стресса. Смотрите, что происходит. Сердцебиение улучшается, сколько раз мы дышим, мы начинаем дышать намного быстрее, давление повышается. И если мы посмотрим на зрачки, зрачки расширяются. Что еще происходит? Все процессы переваривания, переваривания, все прекращается, все останавливается. Мы не делаем одно и то же одновременно. Мы делаем или одну работу, или другую. Если у вас организм проходит через процесс стресса, что у вас организм думает? Мы все прекращаем, мы должны выжить. Правильно? И мы называем это как? Момент «flight and fight». Как выжить, как будто лев за вами бежит, и вы бежите от этого льва. Мы не созданы, как человечество, вообще никакое живое существо не создано на самом деле для того, чтобы нормально функционировать в состоянии постоянного стресса. Никогда. Нас не для этого Господь создал. Поэтому мы должны понять, если у кого-то из вас, и у многих людей сейчас, у молодежи это то же самое, вот это вот постоянное состояние тревоги, который никуда не уходит. И что-то происходит еще, какие-то не очень приятные новости, и у них это заводит на панические атаки. И никто не может это контролировать. Если есть люди, которые без конца, без конца на взводе и постоянно в состоянии тревоги, надо всегда подумать, откуда это идет. Я вам скажу, к сожалению, к большому сожалению, в таком мире мы живем, что люди думают, что это абсолютно нормально. Это ненормально. Ненормально. У нас должно быть состояние покоя, когда мы можем восстанавливаться, когда мы можем переваривать пищу, когда у нас сердцебиение восстанавливается, когда мы дышим не так часто, и давление восстанавливается. Если вы подумаете, большая часть гипертоников, почему они гипертоники? Вот у них что-то случилось, какой-то стресс в организме, правильно произошел в жизни, в организме жизни стресс, и вот отреагировала их нервная система. Вот она отреагировала, у них давление поднялось. Что им дается? Как их лечат? Дают им, например, бета-блокеры, правильно? Такое лекарство, которое блокирует определенную систему, которая подает сигналы. На самом деле, почему это происходит, никто дальше не смотрит. Вот отрезали голову, считай, и все. Вот человек, пока пьет это лекарство, у него все нормально. Как только человек прекратил пить это лекарство, все идет опять туда же. Для того, чтобы с этим разобраться раз и навсегда, надо понять, откуда это идет. И поэтому мы сейчас с вами об этом говорим. Я хочу вам представить просто пример молодого человека. Я не взяла кого-то за 70, за 80. Нет, молодой человек – это типичный молодой человек нашего времени. Ему всего лишь 34 года, у него постоянно чувство беспокойства, он спать не может, устал от этого, не может сосредоточиться. В голове постоянно туман, энергии нет, не может никак на стресс реагировать. Хотя он был на тот момент менеджером, ему сказали, знаешь, если ты как-то не отреагируешь в свое состояние, ты не очень продуктивный, нужно будет как-то тебе другую какую-то работку подыскать. И у него постоянно был запор. Вот запор, 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 запор. Что с этим делать? Во-первых, понять. Нужно понять, откуда у него это идет. Как мы это понимаем? Во-первых, нужно спрашивать вопросы. Вопросы я всегда спрашиваю. Как давно началось чувство страха? Ну, как давно? Год назад, два назад, десять лет назад. Это имеет большое значение. Если вы реагируете на стресс, который временный, все должно пройти. Вот вы отреагировали, понервничали, все разрешилось и все закончилось. Больше быть ничего не должно. Но если оно продолжается, значит, этот стресс не чаще всего психологический, он на самом деле биологический. Когда мы делаем анализы, что мы у него увидели? Воспалительные процессы по всему организму. Если воспален кишечник, и чаще всего так и бывает, вот этот нерв вагуса, который идет с кишечника в мозг, он передает эти импульсы наверх. И начинается вот такой колокольчик в мозгу, который начинает звенеть. Точечка колокольчик. И вот симптом тревоги, откуда оно идет. Также у него были паразиты. Кстати, про паразиты мы будем говорить завтра. То же самое. Независимо от того, какие эти паразитики, они раздражают нервные окончания. Сигнальная система идет через нерв вагуса в мозг, и начинается вот это звенение. К моему удивлению, у него, он мужчина, у него была очень активная щитовидная железа. Мы обычно мужчин этого никогда не видим. Очень редко, я не могу сказать никогда. Обычно это проблема женщин. У мужчин обычно этого нет. Но очень часто щитовидная железа начинает перерабатывать или недорабатывать. Почему? Потому что что-то в организме происходит, и щитовидная железа сама по себе дает один из симптом, симптом тревоги, который никуда не исчезает. Никуда. Вот она и происходит, и происходит. Если эти люди выпьют чашечку кофе, их просто трясет. Вот это вот интересное состояние. Также у него гормоны были очень низенькие, кортизола было мало. Опять же, этот гормон, который вырабатывается железой надпочечников, которые реагируют на стресс. Видите, он уже до такой степени поизносился, что у него вот эта вот система, весь механизм, который реагирует на стресс, не работает. Гостостерона мало и мало холестерола. Люди говорят, о, холестерол должен быть нормальный. Правильно. Но мало холестерола – это тоже нехорошо. Когда мы вырабатываем холестерол, орган которого вырабатывает, на самом деле – это печень. Для чего печень это делает? Печень делает это для того, чтобы повысить холестерол, чтобы понизить воспалительные процессы. Видите, это все связано. Но мы, к сожалению, не всегда это понимаем, что организм делает по причине, и пытаемся полечить это немножечко по-другому. На самом деле, то, что не очень эффективно. Если вы пьете какие-то таблетки, и вам лучше прекратили таблетки пить, вам опять же плохо, значит, это не лечение, это вы ничего не вылечили. Во-первых, было понятно по Марку, что откуда все это идет. Во-первых, у него сильнейшие воспалительные процессы в кишечнике. Стали работать его кишечником. Поддержали надпочечники, поддержали печень. Обязательно это нужно делать. То, что он ел, он считал, что он кушает очень здоровую пищу, потому что он также ходил в джим три раза в неделю, он занимался. После этого он лежал просто пластом. Потому что люди, которые уже изношены, это делать не должны. И я всегда своим пациентам это говорю. Вы не можете себя добивать. Вы должны сначала восстановиться, а потом делать все остальное. Далее для Марка специальные препараты, которые на самом деле успокаивают мозг. Так как этот колокольчик уже звонит, и эта сигнальная система запущена, надо уметь правильно эту сигнальную систему успокоить. Каким способом это делается? В первую очередь нужно работать с воспалительными процессами. В вторую очередь нужно остановить этот звонок. Как мы это делаем? Нюропептидами. Они брызгаются в носик, и все прекрасно работает. Что мы увидели через 4 месяца? Мы полечили 4 месяца своим пациентам, которые ко мне приходят. Я только работаю с ними сначала 4 месяца, и я смотрю, как это получается. Во-первых, чувство беспокойства у него захочется. У него больше не было. Он не был беспокойный, у него все устаканилось. Он успокоился, он стал лучше спать. У него вот это вот состояние невозможности сконцентрироваться закончилось, и у него сильно улучшилась продуктивность на работе. Разве это не важно? Это меняет всю нашу жизнь. Если ты не продуктивен на работе, у тебя семья, у тебя детки, даже если у тебя нет семьи и детей, работа для нас в нашей жизни значит очень много. И когда ты знаешь, что ты можешь ее потерять, потому что ты не можешь функционировать, оно на нужном уровне, добавляет ненужный стресс. Также Марк сказал, что теперь он уже спокойно, с моей рекомендацией, может пойти в джим и нормально два раза в неделю по часу заниматься. Это уже очень много. Кишечник у него восстановился. Обычно, когда я работаю с моими пациентами, первые три недели уже что-то чувствуется. Не нужно ждать годы. Правильно? Делаете все правильно. Первые две-три недели и уже ощущается результат. Вот с этим небольшим примером я просто с вами поделилась, как работает на самом деле медицина. Когда вы делаете все правильно, когда вы учитесь, на самом деле слушать свой организм. Его надо слышать. Забивать его таблетками, которые просто отруизают сигнальную систему или систему, которая распознает какие-то симптомы. И это не очень правильно. Но это никак не работает. Нужно себя понять в первую очередь. Я вам скажу, что я вижу. С моим экспириенсом я поняла одно. Я не знаю, почему. Женщины почему-то понимают свой организм намного лучше, чем мужчины. К сожалению. Они слышат вот эти вот колокольчики. Они понимают, что у них происходит что-то не то. И чаще всего вот эти женщины обращают внимание своих мужей на то, что с мужчинами происходит не так. И только потом мужчины на это обращают внимание. Я хочу еще раз вас поздравить с этим праздником, Роша Шаны. И хочу вам пожелать всего самого лучшего. Покоя. Духовного покоя. Потому что в здоровом теле только будет здоровый дух. Мы про это никогда не можем забыть. Я бы хотела спросить, если есть какие-то вопросы, если я могу на какие-то вопросы ответить. Есть у нас вопросы? Многие спрашивают, как вам попасть. Если вы принимаете по онлайну из других стран тоже. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да, попасть можно. Главное, если есть желание, попасть можно. Приезжать ко мне абсолютно не нужно. Мы сделали такую программу. Я людьми могу работать вне зависимости, где они находятся. Телефон. Если я вас могу попросить на последнем слайде, который у меня был, у меня был телефон выставлен. Да, сейчас повторите его, если можно. 5-6-1. Да, 5-6-1. 7-8-1. 7-8-1. 8-8. 8-8. Окей. Это доктор, я сейчас пишу, Юабова. А ее центр. Вы можете с ней связаться из других стран по поводу лечения онлайн. Это в первую очередь. Доктор, вам спасибо. Очень многие женщины общины нашей у вас лечатся, исцеляются. Вам спасибо, что вы делаете. Еще один вопрос очень интересный. Нам посылает сейчас человек такой вопрос. У него ADHD. Он берет адиролю уже с 15 лет. Сейчас ему уже за 30. Но он не может функционовать без адирола. У него полная зависимость. Что делать? Спасибо. Знаете, для чего люди, во-первых, им дают рецепт адирола? В первую очередь. Вот это нужно понять. Зачем нужно? У нас сейчас вот эта вот эпидемия. Детки растут. Они не могут концентрироваться. Они не могут сидеть на месте. И вот им начинают выписывать вот эти препараты. Нужно, во-первых, понять, почему это происходит. Это происходит, потому что есть проблемы в пищеварении. Очень часто. Вот опять же, вот этот нерв вагус, который передает сигнальную систему, он передает то, что он чувствует. И когда мы начинаем работать со всем человеком полностью, мы не исключаем ни щитовидную железу, ничего. Мы смотрим на человека как полный индивидуал. Вот полностью начинаем рассматривать, делать анализы и смотрим, откуда все идет. И когда мы начинаем работать вот с этой частью, если я вижу, что у них сильный кишечник недорабатывает. Люди сами это говорят, сразу почти шажет. Они говорят, ой, у меня запор, или у меня без конца понос. Вот эти две вещи. Очень редко, когда у людей желудочный кишечник работает нормально, у них проблемы или с памятью, или у них проблема с концентрацией, или у них вот этот брейнфак. Это бывает очень редко. Вот когда у людей проблемы с кишечником, это бывает почти что всегда. Ну, не было исключения на самом деле. Поэтому нужно делать все. Плюс, как я показала вот в этом экземпле, который у меня был, вот этот пример Марк, надо обязательно прочищать сигнальную систему, вот этот колокольчик, чтобы он в конце концов, не забудьте, если человек пьет Адерол столько лет, вот этот вот механизм уже заведен, вот этот колокольчик, он звонит. Что бы вы ни сделали, пока пациент не выпьет это лекарство, оно не прекращает. Вот у него вот это чувство, и оно не заканчивается, он не может концентрироваться. Не забудьте, когда мы в тревоге, у нас мысли бегут так быстро, мы не можем понять, что в голове происходит. Вот это надо успокоить. И это делается специальным образом. Нужно вымыть весь мозг, вымыть. И мы это делаем очень аккуратненько, не нужно ничего такого делать ужасного. Операцию не нужно делать, и не нужно под наркоз ложиться. Все устаканивается. У меня есть пациенты, которые пьют Адерол, чтобы работать, потому что они не могут концентрироваться. И в течение двух месяцев они этот Адерол сами прекращают. Они говорят, мне уже не надо. Я могу функционировать без этого Адерола. Получается все неплохо. Огромное-огромное спасибо, доктор. Многие тут спрашивают уже о сне. Проблема со сном. Окей. Проблема со сном. Я вам скажу, если кто-то не может спать нормально, это большая проблема. Почему? Потому что для того, чтобы нам восстановиться, мы должны выработать гормон роста. Если кто-то приходит к врачу и говорит, что я не могу спать, и у меня диабет, а доктор ему дает лекарство для диабета и не учит пациента, как сделать так, чтобы он мог спать, этот человек никогда не выздоровеет. Если мы даем лекарство от чего-то, и не можем понять, откуда идет, и мы над этим не работаем, эти люди, как только прекращают лекарство, все назад. Нельзя сказать. Люди говорят, у меня была история диабета. History of diabetes. Я говорю, а что, прошло? Он говорит, нет, я таблетки пью. Ну, это временное такое состояние. Пьете таблетки и работают. Не пьете, не работают. Для того, чтобы человек восстановился, он должен спать. И надо найти способ, как погрузить этого человека в этот сон, чтобы он мог вырабатывать свой гормон роста и мог восстанавливаться. Очень часто для своих пациентов я выписываю секретагог гормона роста. Они его принимают. Этот секретагог дает просто сигнал в мозг, чтобы они сами этот гормон вырабатывали. Ничего искусственного я им не даю. И они восстанавливаются. Потрясающе. Многие тут нам сейчас пишут по поводу желудка. У них проблемы желудки. Были в больнице. Это, я думаю, будет завтрашний наш эфир в 7 часов вечера. Проходите обязательно. Вот в наших группах можете найти линки, чтобы зайти. Повторяю, телефон доктора 5-6-1-7-8-1-4-8-ки. Доктор Марина Юабова. Доктор, вам огромное спасибо за то, что вы лечите тело, а тело – это храм души. Без этого мы никуда. Так что, кстати, тут вопрос еще последний. Если вы лечите психиатрически, вы занимаетесь людьми с психическими нарушениями. Так, сейчас я вам сразу объясню. Не забудьте, пожалуйста, что люди с психиатрическими отклонениями мы называли, как в России, это душевное заболевание. Это заболевание души. Не забудьте, это не проблема с мозгами, это душевные проблемы. И для того, чтобы решить эту проблему правильно, вы должны найти специалиста, который именно работает с душой. Психиатры – это прекрасно. Они вам дадут лекарства, но вам нужен правильный специалист, который сможет вас, вот эту вашу душу, убедиться в том, что ваша душа на месте и что эта душа ваша не мечется. Вот когда она на месте и она в покое, мы прекрасно себя чувствуем. Поэтому психиатрические заболевания я не лечу. Пожалуйста, найдите на правильного человека, который вам с этим поможет. С депрессией я могу помочь. Депрессия – да. Ни шизофрения, ни скитсоэффектив дизорда. Пожалуйста. Очень важно. Доктор, последний вопрос. О нервопептидах тут нам пишут. Если можно еще немножко добавить. Нервопептиды – это очень интересный, на самом деле, компонент препаратов. Это не антибиотики, это не транквилизаторы. Все, что это, это препарат, который дает сигнальную систему в мозг, чтобы сделать определенную работу. Для чего я это пользую? Когда у нас вот этот колокольчик начинает звонить, почему он звонит? Потому что слишком много ненужных сигналов. Звонок, 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 звонок. И потом начинается вот эта вот трясучка, чтобы вот эту систему отрегулировать, чтобы оно вот устаканилось. Не забудьте, когда вы, когда вокруг вас детки, их слишком много, и каждый шумит, как вы на это реагируете? То же самое происходит в мозгу. Слишком много сигналов, когда они ненужные. Когда это происходит долгое время, много сигналов, мозг взорвется. Это слишком много информации. Надо это все устаканить. Во-первых, мы работаем с телом. И вот эту вот сигнальную систему успокаиваем. И становится очень даже неплохо. Огромное спасибо, доктор. Мне люди тут пишут, как вы помогли им. Меня слышно? Да, да, слышно. Мне тут люди пишут тоже благодарность вам, как вы им помогли от ковида, исцелиться после ковида, после ковида, и как смогли родить детей барухашем. Так что вам спасибо, что вы несете и делаете.